Питончик Простым и понятным и извлекаемым прямо из текстов, вот, то чем больше мы будем углубляться в объектную модель, тем нам станет, ну, как сказать, не то чтобы сложнее, но и явно интереснее. Вот. У нас сегодня, я попробую засандалить сразу две темы, не исключено, что у меня не получится. Это тема, с одной стороны, множественное наследование, а с другой стороны, исключение. Одна тема с другой связана, поэтому я хочу их в одном флаконе. Тут надо сделать вот такое предуведомление. Мы с вами, разумеется, не занимаемся, здравствуйте, не занимаемся никакой практикой объектного планирования программы, соответственно, объектного ориентирования, ориентированного программирования. Вот. Просто потому, что это не наша тема, мы изучаем язык. Предполагается, что либо здесь присутствующие знакомы со всей этой технологией объектного планирования больших, сверхбольших проектов, вот. Ну, либо знакомы, скажем так, с этим понаслышке и должны поверить мне на слово, что одно, что вот то, о чем мы с вами говорим в последнее время, да, с прошлой лекцией, действительно применяется для этого. Если в целом, сейчас давайте посмотрим, нет ли у меня каких-то долгов. Если в целом, то... Ого. Ага. Есть долги. Хорошо. Значит, ну и тем не менее, значит, тогда закончу то, что сказал, а потом отдам долги. Значит, если в целом, то объектное планирование приложений, ну, программ, программных продуктов, это целый большой раздел практики, притворяющийся теорией. Вот. Если помните, есть такая большая четверка, банда четырех еще иногда называют, вот, которая все это дело разрабатывала. Есть классический труд Гради Буча на эту тему тоже, опять-таки, связанный с объектным планированием всем остальным. И, будучи именно практикой, будучи технологией, этот род работы с... Этот род разработки обмазан всевозможными инструментами. Там различные диаграммы, такие, секири, диаграммы отношений, диаграммы ответственности, еще чего-то. Много всего, потоки данных. Вот. Вот всем этим мы заниматься не будем, потому что, я не знаю, как сейчас, а раньше на факультете был целый семестровый курс со специальным программным обеспечением, которое как раз поддерживало такого рода технологии. Поэтому, единственное, что хотелось бы сказать, я надеюсь, что среди здесь присутствующих таких нету, но вдруг кто-нибудь там, не знаю, в ютубчике будет это видеть, да? Что, то, что чаще всего называют объектным программированием, объектно-ориентированным программированием в наших школах, это, в общем, какой-то ужас. Вот. Я сам видел, что человека, который на полной серьезе утверждал, учителя информатики, что объекты – это когда есть, у объекта есть меню и кнопочки. Вот. Что, в общем, как это не смешно, частично соответствует действительности, потому что любой интерфейс графический, да, любой ГУИ, скорее всего, сделан с помощью объектной модели, ну, потому что иначе это просто был бы адский ад, вот, все это делать руками. Понятное дело, что там одно унаследуется от другого, и у этих несчастных людей, у которых там час в неделю информатики, вот, создается впечатление, что объекты-то, у которых есть менюшки. На самом деле все, конечно, не так. Вот. Если пытаться закончить эту тему, да, вот совсем-совсем в черне, объектное планирование и поддерживающее его объектно-ориентированное программирование – это такая технология, которая позволяет вам работать с большими и сверхбольшими задачами, в которых невозможно не то, что там написать, а даже вообразить себя алгоритмом, который их решает. Совсем невозможно. Потому что слишком много компонентов, слишком много действий, слишком много всего. Большие, сверхбольшие проекты. Поэтому, когда человек приступает к попытке все-таки программно как-то поддержать, программно смоделировать такой большой проект, технология очень-очень в черне примерно такая. Сначала собираются юзкейзы, то есть все рассказывают, какие бывают объекты в реал-лайфе, какие бывают действия в реал-лайфе, какие бывают персонажи в реал-лайфе. Вообще, кто что делает. Когда юзкейзы собираются, получается такой линейный список всевозможных предметов, областей интересов, действий, действующих лиц и прочих, и прочих, и прочих. С которым постановщик задачи, да нет, не постановщик задачи, а генеральный разработчик начинает работать примерно так. Сначала происходит генерализация. То есть мы из вот этих бесконечных объектов и их способностей лепим такие более общего плана объекты, которые совмещают в себе свойства сразу нескольких. Ну и, соответственно, подразумевается, что объект типа, не знаю, сотрудник может разделяться на объект типа сотрудник такого-то отдела, всякого-то отдела. И у всех сотрудников есть общее свойство, а у сотрудников каких-то конкретных отделов еще какие-то более общие. В общем, генерализация доходит до того, в идеале, чтобы получилось там примерно 7 плюс-минус 2, ну обычно больше, конечно, бывает, различных самого верхнего уровня объектов, после чего все остальные... Начинается построение пирамиды, чтобы все остальные объекты и их свойства наследовались от этих. Ну и в результате наша задача из невообразимой мешанины превращается в некоторую строгую иерархию, в каждый отдельный компонент которой, суть некоторый класс, есть некоторый класс, прошу прощения, вот, есть некоторый класс с описанными свойствами, ограниченными, смоделировать которые достаточно легко. Вот. Ну, допустим, дисциплина программирования на каком-нибудь Java вообще поддерживает такого рода взаимоотношения между чиф-программером и программистским коллективом, когда каждый из, значит, нанятых индусов просто сидит и программирует один класс, вообще не понимая, зачем им нужен, у которого есть какие-то входы, какие-то выходы, какой-то интерфейс, все. Вот. И это работает, если грамотно поставленная задача. Скажем так, даже не обязательно суперграмотная, если поставленная задача не отклоняется от методологии. Вот эти вот книжки Гради Буча и там сопутствующие им, помимо, значит, описания того, как происходит вообще процесс разработки, процесс объектного планирования, там же, туда же входят всякие шаблоны проектирования, то есть некоторые шаблонные действия программиста для решения каких-то общих задач, вот там всякие факторы, геттеры, сеттеры, вот это все. Кстати, про геттеры, сеттеры в следующий раз мы поговорим даже. Язык программирования вашего объектно-спланированного проекта, может быть, каким угодно, хоть ассемблером, хоть сей, да, известная библиотека, скажем, г-обжект для объектно-программирования, но если в сам синтаксис языка программирования вставлена, внедрена поддержка объектно-планирования, вот тогда он называется объектно-ориентированным. Вот и все. Это была вот эта строчка нашего плана. Теперь, значит, долги за прошлый раз, а потом возвращаемся. Долги за прошлый раз следующие. Во-первых, был вопрос, ну, например, вот у нас есть какой-то класс С, у которого есть, допустим, поле F, ну, хорошо, пускай, пускай F, и метод фун, а вот, и вообще любой объект, которому мы можем сказать, да, вот так, например, да, или там, ну, не знаю, строка S. Если мы можем сказать DIR от этого объекта, то мы можем получить, например, ну, или там C равняется C, да. Ой, извините. Это еще и синтаксически верная штука. Извините. Ну, так вот, если мы можем сказать DIR от объекта, то мы можем получить и его, его какое-нибудь, какое-нибудь поле, например, цифру. Вот. Но, чего я не сказал в прошлый раз, мы можем проверить, имеет ли объект С поле по имени фунт. При этом обратите внимание, что имя это строка. Вот. Ребята в питоне, я думаю, сангвида, решили, помните, в прошлый раз я озвучил проблему, что у нас есть понятие поле, которое, в свою очередь, разделяется на метод и поле. Так вот, в терминологии питона вот это вот поле, которое общего вида, называется атрибут. Мне не очень нравится слово атрибут, все-таки по-русски оно другое означает. Вот. Но с точки зрения питона вот это вот совокупное нечто, что инкапсулировано внутрь объекта, какое-то имя внутри имени, называется атрибут. Вот. И оно как раз может быть коллабл, тогда оно метод, или не коллабл, тогда оно поле. Так вот, хазатор – это функция, которая проверяет, есть ли у объекта С атрибут, в смысле поле, с именем фанк. Например, с именем фанк нету. С именем f, допустим, есть. С именем g нет. Обратите внимание, что вместо того, чтобы… Ну, на лицо некоторая вольность примерно такая же, как с locals-global. Помните, мы обнаружили словарики locals и globals, и выяснилось, что если к ним прям ходить непосредственно к этим словарикам, а в качестве индексов использовать, ну, просто строчки, то мы прям будем ходить к именам в этих пространствах имен. Вот примерно так же, просто с помощью функции хазатор, мы можем проверять, существует ли у данного объекта поле с таким-то именем. А с помощью getAttor мы еще и можем брать значение. А с помощью setAttor задавать. Вот. Разница состоит в том, что… Ну, понятно, очевидная разница состоит в том, что здесь мы указываем вот это имя нашего поля в синтактической конструкции, а здесь мы его вообще-то в виде строки задаем, мы его хоть вычислять можем. Вот. Ну, понятно. Такой вот питоновский подход к собственным кишкам, то есть мы можем написать просто вот c.f, а можем вызвать setAttor и передать соответствующее имя. Вот. Помните, когда мы последний раз с таким встречались, когда мы описывали произвольный именной параметр функции, когда нам приезжал словарь вместо имени, связывающим объект. Да? Мы передаем там функцию, у которой… Конструкция с двумя звездочками. Функция, у которой… Дайте я напишу, чтобы вы вспомнили. Функция, у которой может быть сколько угодно именных параметров. Ча? Арг. Да, вижу. Видите, да? Вот. Вот примерно такая же картина и с нашими… Нашим setAttor-getAttor. Да? Мы теперь можем какое угодно поле объекта туда засунуть. Вот. Кстати сказать, мы можем определить метод. Смотрите. Который называется «бла-бла-гетатор». Давайте все-таки z, 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 да? Давайте тут напишем. Ну вот, здесь напишем вот так вот. Секунду. Я его заткну. Вот. Здесь напишем вот так вот. А здесь еще return какой-нибудь сделаем. У нас внезапно получился класс, у которого есть все поля. Вообще все. Почему? Потому что мы перегрузили метод-getAttor. Метод-getAttor ничего не проверяет. Он получает в качестве параметра, как видим, всего лишь единственный параметр – это имя соответствующего поля. Вот. И дальше он этот поле может вычислять. То есть мы можем не хранить это, а прямо вычислять, да? Вот. Ну, в данном случае он всегда возвращает 42. Вот. Понятное дело, что если у нашего класса есть поля, которые непосредственные поля, или у нашего объекта есть поля, которые непосредственные поля, функция метод-getAttor вызываться не будет, а будет вызван, соответственно, ну, мы обратимся к следующему полю. То есть сначала мы просматриваем пространство имен внутри нашего объекта, ну, и, соответственно, класса. Если там такое имя не находится, вот тогда вызывается метод-getAttor. Вот. То есть вы можете написать класс, в котором, там, не знаю, его поля зависят от вашей прихоти. Просто они будут вычислены. Такие дела. Вот. Значит, еще один пример, который, кажется, не был на прошлой лекции вообще, это как сделать объект внезапно итерируемым, чтобы там форму можно было засовывать. Вот. Для этого достаточно заопределить единственный метод. Значит, для этого одно из двух. Если, чтобы объект был итерируемым, надо в класс запихать либо getAttor, по индексу, либо метод iter, который будет возвращать какой-то итератор. В случае, если есть метод getAttor, то итератор будет выглядеть так, что мы будем просто идти от нуля до тех пор, пока этот самый out of bounds, ну, короче, пока не получим исключения. Вот. А для того, чтобы работал метод, а если есть метод iter, то мы просто будем, когда мы будем работать с этим классом, вернее, с объектом этого класса как с последовательностью, мы просто вызовем этот метод iter, получим соответствующий итератор, и по нему будем ходить. Ну, давайте проверим. Надо вернуть что-нибудь итерируемое. Ну, не знаю, ну давайте. О, видали? Поскольку мы описали метод blah, blah, iter, blah, blah, у нас вот такая конструкция стала работать. Ну, для сравнения. Вот c у нас не итерируемый объект, потому что мы там не описали метод blah, blah, iter, blah, blah. Поэтому можем прямо написать for c in и print c. Упс. Все, наш класс внезапно стал последовательностью. За счет чего? За счет определения метода iter. Другой способ, который, кажется, показывал в прошлый раз, это определение метода getEight. Вот. То есть, я еще раз... Это были долги за прошлый раз, это были долги за тему переопределения методов или волшебные методы, спецмэйджик методс. Вот. Многие операции над питоновыми объектами... Суть просто синтаксический сахар для обращения к соответствующим методам. Некоторые, как мы в прошлый раз видели по правому сложению и сложению, не просто синтаксический сахар, а еще и некоторый протокол, да? Вот в случае итерации то же самое. Это некоторый протокол. Либо метод iter, либо метод getEight. Наконец, последнее, что я хотел, это метод дел. У нас есть конструктор. И у нас как бы не обязан существовать деструктор, да? Потому что никаким освобождением памяти вручную Python не занимается, вот это все. Но вы можете захотеть предпринять некоторые действия перед тем, как питоновский менеджер памяти захочет удалить ваш объект, потому что он анреф, да? На него больше ссылок не. Можете захотеть это сделать. Для этого служит метод, как ни странно, как ни трудно догадаться, дел. Вот. И выглядит это примерно так. Ну, пускай он кукует перед тем, как его удалят. Да? Вот мы говорим, D равнее CD. Создали его. Вот мы удалили его. Ку-ку. Более сложный случай. Вот мы его создали. Вот мы даже вывели его. Где он удалится? Где удалится объект с именем E? При выйти из функции, это же он принадлежит локальному неймспейсу. При выходе из функции удалится имя E, больше ссылок на этот объект не будет. Поэтому, если мы сделаем вот так, вот он кукует. Создался. Даже принт. И вот в этом месте у нас return.none, после чего у нас весь неймспейс удаляется, имя E удаляется, на наш объект больше ссылок нет, он удаляется. Вот вам, пожалуйста, еще один магический метод В конспекте лекции, вернее, в планах лекции за прошлый раз есть ссылка на соответствующую документацию в Python, где вообще все магические методы перечислены. Там есть много всякого интересного, нам просто времени туда углубляться нет, потому что это можно, все это разбирать можно ни один и ни два раза. Вот теперь все, долги отданы. И давайте немножко поговорим про объектно-ориентированное программирование. Ну, ответ перед вами, поэтому, наверное, я этот вопрос задавать не буду. Классика нам велит считать определение объектно-ориентированного программирования через три свойства такого, видимо, языка. Мы говорим про объектно-ориентированное программирование, значит, мы говорим про поддержку с точки зрения синтекса языка, поддержку объектного планирования. Классика велит три вещи в этом искать. Это инкапсуляция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм. С инкапсуляцией главные проблемы, которые состоят в том, что у термин инкапсуляции есть два абсолютно неравных друг другу определения. С одной стороны, инкапсуляция – это организация пространств имен в виде пирамиды, в виде иерархии, когда имя имманентное самому объекту засовывается внутрь объекта и только с помощью ссылки на этот объект доступна. Собственно, как в питоне и в подавляющем большинстве языков программирования поддерживающих инкапсуляцию сделано через точку. То есть, вот когда мы пишем дир в текущем пространстве имен, мы видим только немножко объектов, вот, но зато в объект, например, С у нас инкапсулировано вон какое количество имен. Он, похоже, строковый. Да, он, похоже, строковый. Вот. Да? Соответственно, какое-нибудь имя make trans у нас вот так вот недоступно, но зато доступно внутри объекта, например, С. инкапсуляция. Более того, поскольку оно является методом данного объекта, то, как мы помним с прошлого раза, в случае, если мы вызываем метод, метод имеет доступ к самому объекту, чей он коммунный моненец, да, и он может работать с его полями, все так вот. Вот. Инкапсуляция. В некоторых языках программирование инкапсуляция совсем жесткая, например, в питоне, мы не можем сходить к соответствующему полю нашего объекта, не указав, чьего объекта это поле. Да? Постоянный селф при реализации. Вот кто делал домашние задания, об этот селф все время спотыкался. Я думаю, если вы не знаете питона, или вы только его изучаете, да, а изучали какой-нибудь C++ или JAL, то вы постоянно забываете вставить этот селф, ну, потому что вот в питоне его он все время ставляет. Вот. В некоторых языках, как в помянутых C++ и JAL, когда синтаксически очевидно, что мы обращаемся к полям конкретного объекта, ссылку на этот объект можно просто сказать. Вот. Если вы пойдете к Википедии, то вы увидите, что там писал ее эти странички человек, ушибленный C++ и сильно. И там в основном рассказано про второе определение понятия инкупсуляции, а именно про понятие сокрытия. То есть разделение полей класса на публичный и приватный. Мое глубокое мнение, что разделение на публичный и приватный никакого отношения прямого к понятию объектное планирование просто не имеет. Это вопрос дисциплины программирования, а не возможности или невозможности моделирования какой-то задачи, связанной с объектным планированием. Вот. Поэтому, наверное, разговаривать про инкупсуляцию во втором смысле мы не будем почти, за исключением одной проблемы, до которой мы еще доберемся. Что касается инкупсуляции в первом смысле, мы уже с этим работаем с самого начала питона. мы уже привыкли к тому, что у объектов есть поля, у этих полей тоже есть поля и так до бесконечности. Вот. Так что никаких особых особых таинств, связанных с инкапсуляцией в питоне не обнаруживается. Ну, кроме одного, что чисто по-питоновски любой объект может осуществить доступ к любым полям любого другого объекта. по крайней мере, если они там наличествуют именно как объекта в пространстве имен. Потому что мы же можем что сделать? Мы можем написать методы гетатор-сетатор и в этих методах гетатор-сетатор оттопыриваться как хотим. Некоторым отдавать значение поля объекта, а некоторым не отдавать, проверять, кто это нас вызвал. Или, например, сетатор-это значит установить значение. Некоторым давать право записи, а некоторым не давать право записи. Ну, мало ли что. Ну, то есть, понятно, если у нас не синтаксическая реализация понятий пространства имен объекта, а программная, вот как здесь, то логику этой программной реализации мы можем делать сами. Для этого, собственно, гетатор и сетатор и придуман. Вот. Что касается полиморфизма, нет, сначала наследования. Что касается наследования, то это, пожалуй, единственное место в питоне, которое требует хоть какого-то изучения, хотя, в принципе, ничего таинственного, ничего сложного в питоновском наследовании нет. нету. Вот смотрите. Вот у нас есть уже довольно много каких-то классов определено, например, D, это класс, класс. Значит, мы говорим, класс, ну, скажем, DD, который наследует от D. вот и все. Причем у этого DD, естественно, сохраняются все те методы, в классе D ничего не было. Хорошо. Класс CC, который наследует от C. Че? А. Вот. У этого CC сохраняются те... Да, что ж такое? Я что-то там такое странное определил в этом C, да? Да, там гитатор определял. Ну, хорошо, давайте тогда вернемся сначала к классу C. у нас есть поле, у нас есть метод. Там и нит сейчас будет, ну, потом чуть позже, да? Вот. Теперь у нас есть класс CC, который наследует от C, и ничем не отличается от него. Вот. у этого класса CC, естественно, те же самые поля, те же самые методы. Если мы захотим перебить какое-то значение, ну, например, вот теперь, если мы сделаем экземпляр класса такого, метод будет перегружен. А вот это поле не будет перегружено. Вот и все. То есть, с этой точки зрения, ничего примитивнее питомовского наследования просто нельзя вообразить. Смотрите, воспринимать это надо примерно так. Вот у нас есть конструктор, ну, класс, это конструктор объекта. Он описывает, как создается объект. В нем прописаны, какие поля у объекта есть, какие методы у объекта есть, в том числе и спецметоды, например, метод там инит. С инитом сейчас поразбираемся немножко. Вот. Унаследованный дочерний класс это, грубо говоря, это все то же, что и обычный исходный класс, и поверх этого намазываются те определения, которые мы в тело дочернего класса включили. Ну, например, мы перебили метод ФУН. Теперь внутри пространства имен класса ЦЦ есть метод ФУН, который работает вот так, а старый метод ФУН не виден. Просто замазали и нарисовали сверху новым. Переопределили. Никаких волшебств по защите этого преопределения, никаких волшебств по, значит, тонистному выбору между тем и тем нету. Дочерний класс наследует все от родительского и поверх этого что-то переопределили. сейчас я попробую. У меня есть две темы. Ну, тут стоит такая тема. Хорошо, пускай будет такая тема. Значит, допустим, мы хотим воспользоваться методом, ну, давайте так. Вот у нас есть какой-нибудь все тот же класс С. Ой, ой, не такой. С. У него есть метод init. Ой, self. и там какое-то значение. Вот. cv. Значит, допустим, мы хотим сделать класс, в котором используются поля родительского класса. например, вот так вот. Да, кстати, давайте сначала так сделаем. Смотрите. Что получилось? Получилось, что у нас заработал метод init, да, он сделал все, что сделал, мы ему передали значение, он задал соответствующее поле, все хорошо, все замечательно, init отработал. Фишка состоит в том, что вот сюда скорее всего приехал self не того типа, не типа c, а типа cc. Давайте это проверим. Что там, синенький? Уже. Ага, видали? То есть, вот этот конкретный метод, прямо он, прямо непосредственно вызвался, но в качестве селф ему приехал объект не типа С, а типа СС, как мы видим. Хотя это тот же самый метод, прямо другого-то нету, мы других не определяли. Как такое возможно? Да очень просто, это же питон. В питоне никто не смотрит на тип как таковой, если это не вы, вы можете смотреть. В питоне все смотрят на то, есть ли соответствующие методы или нету. Если мы складываем два объекта, мы просто смотрим, есть ли метод add. Если мы определяем длину объекта, мы просто смотрим, есть ли метод len. В данном случае метод init вызвался, ему приехал объект какого-то типа, он вызвал print, print отработал, он пробил поле соответствующего объекта, но это можно сделать у любого объекта. Никого не волновало, что вот этот селф совсем не такого типа, какого надо. Я могу, наверное, извратиться и написать что-нибудь вот такое. Сейчас. У нас есть класс D, да? Да. Да. Нет, сначала надо... А, да, я создал. C.init D Запятая ствол. Видали? У экземпляра класса D есть внезапное поле V. Никто ничего не проверил. Всем понятно, что вот тут произошло. Я просто взял функцию, которая называется C.init, от двух параметров. Первый параметр — объект какой-то, второй параметр — тоже какой-то объект. Причем вот эта функция C.init. Первый параметр, видимо, какой-то рукотворный наш объект, потому что мы ему задаем новое поле. Второй параметр — некоторый вал. Почему бы не применить эту функцию к объекту типа D? Никаких проблем. Ну, просто никто так не делает, потому что, ну, зачем? Ну, можно, я не знаю, никто не запрещал. То есть, ничего чудесного, да? Никаких защит кого-то от кого-то. Можно вызвать функцию? Вызывается, да. В каком объекте C? Ну, C классный. Ага. Нет, мы могли так сказать, какая разница. А, нет, так не могли. Сейчас давайте посмотрим. Не могли. Когда вы говорите C, точка, метод, помните, что происходит? Смотрите. Это функция. То, что у нас в классе находится. А это метод. Чем отличается функция от метода? Метод добавляется автоматом в качестве первого параметра связь с тем объектом, чей он метод. Поэтому мы не можем вот так написать, да? Он говорит, ребят, слушайте, у нас три параметра мне передали. C, D и 100. А вот так мы можем написать. Потому что это просто функция. Кто мешает вызвать эту функцию? Да никто. Никто, кроме duck typing, в котором черным по белому сказано. Если операцию можно выполнить, соответствующие методы имеются, все, все хорошо. То есть, ну, в общем, ничего чудесного совсем, да? То есть, это вы просто упрятываете функции внутрь namespace под названием класса, а потом оттуда их вызывается. Вот. Значит, внимание, вопрос. Собственно, к чему я хотел подойти. Если я хочу определить класс, унаследованный от класса C, и вызвать оттуда, вызвать оттуда, нет от родительского класса. Что я могу сделать? Ваше предложение. Ну, самое простое предложение, понятно. Здесь написано C, да? Давайте напишем что-нибудь такое. C точка, C точка, C точка, init self-val, да? Вызваем предыдущий init. И допишем туда что-нибудь, ну, не знаю, там, self.v плюс равно 1. Чё? Что я сделал, не так? Не вижу. Ага. Где? А, господи, простите. Да, всё гораздо проще, чем я думал, да. О, it works. Спасибо. Я не... Ага, видали. Ну, то есть, смотрите. Мы честно вызвали init. Он честно вызвался, никаких проблем с этим. Мы... Зачем мы делали класс CC? Ну, для того, чтобы, видимо, что-то модифицировать. Мы модифицировали init. Мы не знаем, что там творится с этим init в базовом классе. Пускай творится. Мы точно знаем, что потом надо единичку прибавить. Вот она и прибавилась. Всё хорошо. Вопросы по этому коду? Мы просто сходили к родительскому классу CC. Тут есть одна проблема, которая перед нами ещё не раз встанет. Вот. И здесь она уже встаёт. Смотрите. Если я хочу определить следующий класс, да. Сейчас, дайте подумать. Видимо, тут надо всё скопипастить просто тупо. А, да, конечно. Нет. Сейчас эта проблема перед нами не встаёт, слава богу. Но она может встать. Она встанет в другом месте. Сейчас мы на это увидим. Вот. Пока что не встаёт. Значит, хорошо. Тогда давайте немножко про другое поговорим. Допустим, у нас есть какой-то класс. Не этот. И не этот. Ну, хорошо. Придётся его определить. И мы, честно говоря, про этот класс ничего не помним. Вот. Ничего. То есть, вот. Всё про него позабыли. Мы только знаем, что он существует. Какой это класс Ц. И что-то он делает. Работает он примерно вот так. Теперь мы хотим перегрузить в этом классе функцию фунт, потому что нас не удовлетворяет функция фунт, которая ничего не делает. И мы говорим, так, значит, говорим новый класс. Класс ЦЦ, ЦЦ. Да. Здесь мы говорим фунт. Где фунт? Фунт. Ретюрн. Селф. Ф. А, да. Ну, значит, мы говорим, ф равняется, ну, скажем, 100-500. Нет, неправильно. 42. Вот. Ну, прекрасно. Вроде бы всё хорошо. И ой, выясняется, что мы тем самым убили наше поле F. Оно раньше было у нас вот здесь вот 100-500. Мы забыли про то, что существует в классе Ц поле F. В документацию не посмотрели. И прибили его. Плохой пример. Сейчас приведу пример получше. У меня слишком плохая функция фунт была. Простите. Сейчас переделаю. Значит, ещё раз. Класс С. У этого класса С. Есть поле F равняется, там, 100-500. Есть функция фунт, который возвращает вот эта самая точка F. Есть функция фунт2, которая ничего не возвращает. Так. Теперь мы говорим, класс, допустим, ЦС, АЦ. Ой. АЦ. Мы забыли посмотреть в документацию нашего класса. И забыли, что у него есть поле F. И написали что-нибудь типа такого. Там всё-всё-всё работает. Дев, допустим, фунт2. Мы решили перегрузить поле в пункт 2, да, от self. Вот, кстати, это плохая штука. Не знаю, как она будет работать. Извините. Плохой класс, негодный. Вот это хороший метод. А вот тот метод плохой. Забыл про self. Вот здесь вот self. Self. Pass. Вот. И вот мы решили перегрузить нашу функцию фунт2. Или нет? Кстати, нит какой-нибудь. И здесь мы напрочь забыли, что у нас уже было поле F. И внезапно его перебили сюда. Тем самым у нас получилось, что когда мы создаём класс типа C, мы точно знаем, что у класса типа C есть поле F, которое равняется 100500. Когда мы создаём класс типа C, у нас это поле перебивается. Таким образом, если мы возьмём класс типа C и вызовём функцию фунт, то у нас будет возвращаться 100500. А если мы возьмём класс типа C, и вызовём ту же самую функцию фунт, про которую мы точно знали, что она возвращается 100500, то у нас будет возвращаться 100500. Упс, она возвращается 1, 2, 3. Почему? Потому что мы в реализации нашего класса C, запамятовали, не посмотрели на список полей, которые были у класса C, и взяли, перебили поле. Ну и, соответственно, мы-то это писали, чтобы функцию фунт2 реализовать. Да, и она работает как надо. Она возвращает этот самый 120... А, что я здесь забыл написать? Селфи забыл написать. Ну ладно, бог с ним, бог с ним с функцией фунт2. Значит, общий пример очевиден, да? Значит, мы... Вот здесь вот нигде... Хорошо, забудем про фунт2. Вот здесь вот нигде не написано, что у класса C было поле F. Мы, конечно, могли это посмотреть, да, глазками. Но... Но забыл. Вот. И вот тут у нас возникает задача относительно целесообразности, которой мы в прошлый раз некоторое время спорили. Задача защиты полей от их случайного перебития. Внимание! Это не защита полей от доступа к ним. Это защита полей от того, чтобы мы их случайно не перегрузили. Потому что... Хорошо, у нас тут два класса, а если их 100... Ну хорошо, 100 редко бывает, но там 4-8, да, друг у друга наследуют. Как мне поступать с теми полями, которые я определяю, и не хочу, чтобы их случайно перебили мои дочарние классы? А вот это в общей форме. Поскольку это питон, и там нету различия паблика-привейта, то никак. Ответ в конкретной форме. В питоне есть синтаксическое извращение, мелкое. Сейчас я вам его покажу. Которое позволяет это сделать. Для того, чтобы защитить ваше поле, оно должно начинаться на два подчеркивания. Его имя должно начинаться на два подчеркивания, внезапно. Смотрите. Как его зовут? Ну, не знаю, там. К. Сейчас, сейчас пример приведу. Сейчас попробую. Так. Линит, наверное, нам не нужен. Не нужен. Сейчас, секундочку. Еще раз. У нас глазка. Поле f, которое вот так вот. И какая-нибудь функция. Какой-нибудь метод. DevFun от self return self.f So fast, so good, да? Пока все нормально. Теперь говорим ему, типа, класс кк от ка, да? Наша идея стоит в том, чтобы случайно перебить вот эту самую, вот эту самую f, да? Ну, допустим, мы пишем дев init Сейчас, не так. Давайте пока так сделаем. Все работает. Ой. Видите, да? Вместо того, чтобы убить нашу переменную f, ну, в смысле, наше имя f, которое у нас в родительском классе. Привезло что-то интересное. Так. Вот наше имя f, а вот это, во что превратилась родительская f при изготовлении дочернего класса. Вот оно. То есть, если имя у вас начинается на два подчеркивания, то при операции наследования все такие имена в новом родительском, в дочернем классе будут преобразованы вот в такое подчеркивание, имя класса, два подчеркивания, и дальше имя, два подчеркивания, и вот это самое старое имя. Вот. Таким образом, в... Собственно, это даже в классе... То есть, это даже вот тут видно. Сейчас покажу. Да? Это в самом классе видно. Вот оно. То есть, в родительском классе у вас на самом деле нету имени f, да? У вас в родительском классе уже сразу есть имя, два подчеркивания, имя класса, два подчеркивания f. Просто, когда вы его определяете, мы же знаем, что это класс k, поэтому подчеркивание k в начале все время добавляется. Вот. Как только вы наследуете от него, это имя начинает существовать совершенно отдельно, и перебить его вы можете только специально. Да? То есть, понятное дело, что мы можем вот здесь написать что-нибудь типа... Где у нас класс k? Вот здесь вот, да? Что-нибудь типа, там, подчеркивание k, два подчеркивания f равняется чему-нибудь. Но это уже злонамеренное перебитие, да? Это вы сами знали, что делали. Вы знали, какое именно поле, унаследованное от родительского класса, вы убиваете. Вот. То есть, я, кстати, не совсем правильно сказал, да? Вообще любые поля, имена которых начинаются на два подчеркивания, и которые не являются волшебными, да, специфическими уже заданными, и любые заданные вами поля, имена которых начинаются на два подчеркивания, защищаются вот таким образом. Раз и все. Вот. Тем самым мы решили, какую проблему, что программист, пользующийся некоторой иерархией классов, не залезет в те имена, которые используются, ну, скажем так, которые не экспортируются, которые не нужны ему, которому не предоставляет программист, написавший эту иерархию класс. Разумеется, доступиться до них можно. Да? Мы это уже делали. Вот, пожалуйста. Никто ничего не защищает в смысле доступа. Но случайная перегрузка невозможна. Только намеренно. И это единственный способ, это единственная защита, которую в питоне на этот счет предусмотрен. За исключением, повторяю, ситуации, когда у вас объекты, инкапсулированные в ваш объект, в ваш класс, да, имена этих объектов не хранятся, как синтаксические, да, генерятся с помощью, вычисляются с помощью гетатора, сетатора. Тогда, конечно, вы можете какую угодно логику реализовать, об этом мы в следующий раз поговорим. Такие дела. Ну что, вопрос вот про этот странный синтаксический маневр есть? Значит, с точки зрения, с точки зрения реализации, все мега просто, да, если это не спецметод, и у него имя начинается на два подчеркновения, то оно превращается вот в такой, и в таком виде живет. Вот. Внутри задания класса вы всегда можете обращаться к нему в сокращенном варианте. Как только вы класс задали, все другие объекты могут к нему обращаться только вот так, по полному имену. По имени и фамилии, если хотите. Не, по имени отчества, конечно. Это имя отчества. Еще одна проблема, которая перед нами возникнет, она перед нами точно возникнет при решении домашних заданий. Это проблема следующего вида. У нас есть, скажем, класс все тот же, ну, не знаю, D, и в нем что-то вроде арифметики реализовано. Сейчас, нет. Нет. Плохой пример. Хотя нет, хороший пример. Давайте мы про него расскажем, потому что он нужен. Значит, у нас есть класс D, в нем что-то вроде арифметики реализованного. Ну, не знаю, там. self.v плюс other.v. А, нет, он должен быть какого типа? Типа D, да? Значит, D от self.v плюс... other.v. Да, ну и... dev.linit self.v self.v равняется v. Значит, A, B равняется D от 9, D от 8. A плюс B. A. А, хорошо, ну, хорошо, ладно. C равняется A плюс B. C.V. 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 Вот 17. Ну и стыр забыли ему сделать, чтобы еще он красиво выводился. Что за беда? Давайте сделаем. Класс D, D от D. Все остальное то же самое, но только мы еще стыр сделаем. Стр. here we go. Self. Return. Ну, не знаю, там. Self.v, да? Отлично. О, шикарнек. Все прекрасно. Ой, объяснить явление. Что не так? Почему принт А красивый, принт Б красивый, а принт С некрасивый? Мы же все сделали, стыр определили. Правильно, смотрите. А-то у нас типа А, в смысле типа ДД. Б у нас тоже типа ДД. А-то у нас типа ДД, потому что мы здесь эту функцию не определили. Определили мы ее вот тут. И тут мы четко написали. Вот такая и в такой фигню. То есть, если мы делаем преобразование типа вот такое, то... Понимаете, да? Значит, что нужно было сделать в нашем классе Д? Чтобы мы не страдали вот от таких внезапных падений типов дородительских. Предположим, мы не хотим перебивать метод А. Да, он хороший, годный. Что нужно было написать вот здесь, чтобы вот такого преобразования типов неправильного не произошло? Да, смотрите. Помните, что мы говорили? Что вот этот вот type, ну, допустим... Вот это и вот это... Не случайно это одно и то... Это вообще одно и то же. Нет, функция type возвращает не какую-то там строку. Она возвращает прямо тот класс, которого типа наш объект. То есть, ну, если мы напишем что-то типа... ЦЛСИ равняется type от А, то вот этот ЦЛСИ... Это вообще то же самое, что ДД. Вообще один и тот же объект. То есть, мы можем взять вот так. Там... Е равняется ЦЛСИ от, там, девяти. Ну, вот девяносто, хорошо. Еще раз. Функция type возвращает не просто что-то там такое, да, а конкретно конструктор нашего объекта. Ну, вернее, класс нашего объекта, да. В питоне как бы класс это и есть то, что конструирует объект. Шикарно. Тогда вот здесь вот надо его-то и вызывать. Пускай у нас будет не пробитый пальцами класс Д вот здесь, да, а тот класс, которого типа СЛСИ сюда приехал. Потому что сюда можно приехать СЛСИ любого типа. Помните? Если мы насоздавали дочерних объектов, но не перебивали метод А... Давайте мы теперь уже прямо это скопипастим в редактор, потому что мне надоело. Надоело. Скопипастили в редактор, только надо отсюда вот все вырезать лишнее. Вот. Значит, вместо этого мы здесь пишем что-нибудь такое. Type от self Вот теперь, когда мы будем выполнять эту операцию AND, вот это преобразование типов будет зависеть от того, какого типа self нам приехал. Что не так? А, вместо точки, да, точка там не нужна. Вот это вы хотели? Да-да-да, вот так, конечно, да. То есть, вот значение вот этого выражения, это, собственно, класс объекта self, класс — это конструктор, значит, он может быть вызван со скомочками, ну, и поехали-поехали. Давайте проверим. Что у нас там? dd от d, в котором определен стыр, да? Так, это я лишнее нажал. dev, бла-бла, стыр, бла-бла, маленькими буквами, стыр, бла-бла, вот self. Return, как мы уже договорились, что-то типа такого. f self.v, да, вот. И теперь мы можем смело, можем смело заводить объекты класса типа dd, вот, потому что потому что потому что наш конструктор, вот этот, создаст объект не типа d, а того типа, какого типа self нам приехал. чистенький, сухой. Понятно. что если я захочу вызвать вот из дочернего класса метод родительского? опять может возникнуть та же самая ситуация. Мне прибивать сюда букву d, или все-таки давайте мы давайте мы сделаем вот так вот. Что там, стыр, да? даже не знаю, как правильно. А, ну вот, смотрите, ща. Класс, скажем, ds, вот dd, да? give str tr от self это было слово self, шла в лигу и ручонки. Вот. И тут мы написали return, ну скажем, dd.str от self. Где лишняя скобочка? А, две точки в конце. Что мне, что в этом коде мне не нравится? Вроде так все ничего, да? Ой. Ой-ой-ой. Вроде все ничего. Прям все как у, все, 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 все как у людей, да? Нам, у нас вот эта конструкция защищает от того, чтобы мы создали объект неправильного типа, мы создали правильный тип, все хорошо. Меня смущает вот это dd в этом месте. Понимаете, да? Мне не нравится та ситуация, что мне приходится пробивать пальцами родительский класс. А вдруг там по каким-то причинам он окажется не dd? Ну, не знаю. Об этих причин мы чуть позже поговорим. Так что для того, чтобы не прибивать пальцами, не вводить в это место непосредственно синтаксическую отсылку к родительскому классу, в питоне есть штука, которая называется супер. Супер. Вот. Если у нас простое наследование, то есть один в один, супер — это просто обращение к родительскому классу, не более того. Я думаю, что ничего не изменится, как обычно в таких случаях. Опс. Изменилось. Что я делаю не так? А? Нет. Сейчас, секунду. Что он говорит? Ну, это же метод класса, метод объекта, да? Значит, ему передастся туда, селф. Во. Ну, все логично. Это не класс. Это такой объект. Только содержащий родительский name space. Вот. Во-первых, мы чуть-чуть упростили код, да? Мы выбросили этот селф. Во-вторых, мы выбросили непосредственную синтаксическую отсылку к родительскому объекту. В-третьих, боюсь соврать. Боюсь соврать, но... Ну, в общем, неважно, да? Насколько я боюсь соврать, врать не стану. Вот. Значит, на самом деле, да, на самом деле, главное отличие супера от вызова родительского класса не только в том, что мы теперь не упоминаем это имя, но еще и в том, что супер – это такой объект. Да? Нам не нужно в голове преобразовывать функцию в составе класса в метод объекта и обратно. Мы просто говорим вот этот... Возьмем метод от супер... от родительского объекта. Из родительского namespace. Вот и все. Чуть позже мы поговорим о том, где еще может быть суперполезен. Вот. Но здесь уже очевидно, что это не неэквивалентная конструкция. Вот из-за моей ошибки стало очевидно, что эта конструкция неэквивалентная. Что супер – это такой проксирующий объект. Да? Не существующий объект. Мы же не создавали объекта типа ДД. Но супер нам возвращает такую штуку, в которой консулировано все пространства имен родительских классов. И из нее вызывается отверстие метод. Такие дела. Я думаю, что будет ошибка. Давайте попробуем. А может быть, там будет, знаете, что? Класс. Я self забыл, да? Давайте еще раз сделаем. Поехали. Похоже, что он себя вернул, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Диана. Видите, да? Поскольку вызывается вот этот, вот этот метод, он супер всегда возвращает от него, да, вот в данном случае ошибки не возникло, он просто сам себя вернул То есть для него не бывает более высокого пространства имен, он возвращает, возвращает все равно класс С А, ну потому что селф там приехал, того типа, которого типа Ну что, ccc.f, значит, ccc, класс ccc, здесь класс c, все нормально Селф туда приезжает каждый раз разный, естественно, ну такой, как мы его туда предоставляем Вот, ну в общем, в общем, вот, в общем, супер Не успеваем мы сегодня раз поговорить про исключения, ну и хорошо Ну и хорошо, потому что это тоже интересная тема про наследование Значит, гораздо интереснее, ну скажем так, гораздо муторнее штука под названием множественное наследование Множественное наследование вещь очень удобная Вы берете и говорите, вот у меня есть такой класс с такими полями И такой класс с такими полями, и розетки класс с розетками полями Давайте-ка мы сделаем класс, в котором все это вместе есть Особенно это хорошо в питоне, потому что в питоне, как вы помните, в силу донтайпинг Нет никакой необходимости заботиться о том, чтобы вот в этих классах были одинаковые поля Они там были что-то там друг от друга унаследованы Ничего этого нет Если в методе используются поля А и поля Б, то достаточно, чтобы эти поля А и Б были в ваших классах Хотя бы в каком-нибудь из которых вы унаследовали То есть вы можете буквально написать так И внезапно обнаружить, что в классе С у нас все три поля видны Извините Там что-то есть? А, там селф пропущен, как обычно Черт Вот торможусь сегодня Дайте переделаем Ну вот Ну он ничего не вернет Ну вот, да? Может и наследование в таком линейном случае довольно простая штука Мы просто берем и складываем все поля в одну кошелку Да А вот если в наших объектах встречаются поля с одинаковыми именами Возникают некоторые сложности Эти некоторые сложности связаны вот с чем Простой способ Да понятно, что какие-то имена должны какие-то загородить Ну очевидно, да? Если у нас там есть поле F Сям есть поле F Ну давайте попробуем Да, допустим Класс Где там у нас был A С этим Да О Интересно Как вы думаете, что будет? Один Какой первый встретился Тот и зашел Поскольку Суперпозиция при множественном наследовании Это непоследовательное применение всех конструкторов Да? Это Одновременное применение всех конструкций Потом К просмотру, какие поля есть Понятно Нам нужно иметь и класс А, и класс Б Для того, чтобы нормально работал класс С Потому что, мало ли, я вызвал метод класса А Который уходит к полям класса А И что? То есть Идея состоит в том, что У нас все три класса существуют Да? И, соответственно, когда я Смотрю, какое поле Ну, обычный метод все-таки Какой метод из какого класса применять Да? Я проглядываю, и все их получим Вот Кстати сказать, это одно из нормальных требований Для метод резолюшн ордер Оно же МРО Чтобы В том порядке, в котором мы их указали В скобочках При наследовании В том порядке мы бы и проходили эти поля Сначала поля класса А, потом поля класса Б Так что ответ очень простой Если У нас множественное наследование Ну, опять-таки, простое Представляет собой дерево Дерево То Мы просто обходим это дерево Вот И находим соответствующий метод Ну, или соответствующий поле Даже в случае дерева Возможно, какие-то косяки А вот если у нас Наследование имеет вот такую форму Вот такую У нас есть класс Д Который унаследован от двух родителей Б и С Который, в свою очередь, унаследованы от родителей Оба унаследованы от родителей А У класса С и у класса А Есть метод В У класса Д нету У класса Б тоже нету Когда я говорю Д точка В Какой метод В мы в результате получим? От какого класса? Да? А у меня написано, что Сначала надо искать в В, а потом в С Значит, мы посмотрим в В А в В нету Но внутри В есть унаследованные от А Мы посмотрим в А В А есть Мы внезапно в обход класса С Хотя он унаследован от А И правильный ответ С Но если мы просто Делаем обход дерева То в случае ромбовидного наследования Мы можем при обходе дерева Неудачно залезть в более глубокий класс И оттуда притащить метод Понятно? То есть просто обход дерева Не подойдет в этом случае Правильный ответ? Да Мы должны как можно более Как можно Как можно менее глубоко лазить Да? Если у нас на расстоянии 1 От Д есть метод В Значит, надо брать его Первый попавшийся Если их несколько на расстоянии 1 Но если есть на расстоянии 1 Мы не должны брать на расстоянии 2 Так что обход дерева в глубокий Не подходит для решения задачи Метод резолюшн Хорошо Может быть Подходит обход дерева вширь Вот пример второй Который говорит о том Что обход дерева вширь Тоже не подходит Потому что смотрите От Д до А Есть цепочка Наследования длиной всего в 2 Есть цепочка наследования длиной в 1, 2, 3, 4 Когда мы говорим Д точка В Конечно же мы хотим получить метод Из класса В Потому что он дочерний По отношению класса О Но нет Если мы делаем обход дерева вширь И определяем самый короткий путь То самый короткий путь получится вот такой И мы внезапно опять в обход B.V Получим доступ к А.V Ни один из способов простого Простой линеаризации дерева путем обхода Не годится для разрешения проблем Ромбовинного наследования Что нам нужно на самом деле? На самом деле нам нужно чтобы Вот этот вот метод Resolution Order Был в первую очередь монотонный То есть если у нас для класса С Среди его предков Числятся класс В и класс А Именно в таком порядке Сначала В, потом А То любые потомки нашего класса С Например класс Д В котором где-то там есть тоже класс С В качестве его предков Любые потомки нашего класса С У них последовательность должна быть ровно такая же Сначала класс С просматривается Потом В, потом А И никак иначе Вот кстати в случае обхода дерева Это будет не так Значит простейший обход дерева Не является монотонным обходом Да? Ну потому что вот этот пример Который справа Здесь последовательность В, А Здесь последовательность С, А Да, об этом просто не Упс Д, Б, А Ну там Д, С, А Вот При этом При этом порядок Просмотра Классов на одном уровне Должен быть таким как в скобочку Не переставляться места Вот Алгоритм этот Не очень простой Ну и не очень сложный У меня осталось 4 минуты Объяснять я его не буду Просто потому что Он ну такой Как бы это сказать Он вам таки гарантирует Что к вам приедет Наиболее Наиболее актуальный Из Наиболее Позднее всех определенный И не имеющий Не имеющий Над ним Наследников Метод Из всех вот этих Неймспейсов Вот Он будет Значит Алгоритм называется МРОЦ3 Он документирован на Википедии Он хорошо документирован Вот Вот в этой вот статье Вот И на русском языке Про него есть статья на Хабре Он используется в Перле Например В том числе Вот Идея в том Что он монотонный Идея в том Что в нем соблюдается Порядок 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 Объявления А еще идея в том Что такой метод Вот сам Вот сам Хеттингер Про него пишет Это один из Нынешних руководителей Питоновской Коры Да Не последний объявленный А вернется такой От которого Нету Смотрите Вот смотрите На вот эту картинку Правую Да Нам нужен Метод Б.В Дело даже не в том Что он последний А дело в том Что Под ним Больше нету Объектов У которых Объявлен метод В Вот если бы Нам вернулся А.В Это было бы Неправильно Потому что Под этим объектом Есть Дочерний У которого Тоже перебит Этот метод И значит Его надо было Возвращать Значит вернулся Б.В Конечно Смотрите В данном случае В данном случае Вернулся бы Цц Потому что Оно ближе Потому что У нас Есть еще Одна прокладка Но в принципе Я как раз Хотел это сказать В принципе Для Такого Строгого Метода Резолюшн Ордер Возможны Неоднозначности Вот Вот ситуация Которая Являет собой Полную Неоднозначность И по этой причине Такого рода Наследования В третьем питоне Просто запрещены Слушайте Знаете что Давайте мы это отложим Потому что Времени уже У нас нету Вот Я сейчас Не готов В этом разобраться Это будет мой долг На следующий раз Вот Значит В следующий раз Тогда мы Смотрим Почему Почему Этот самый Ц3 Алгоритм Не применим Вот к этой штуке Вот И у нас На следующий раз Остаются Исключения Но видимо По-быстрому Мы по них Пробежимся Это не такая Сложная штука И всякие волшебные вещи Связаны с современным Понятием Объектного планета Объектного планета Типа слотов Дескрипторов И этих самых Еще чего-то Если успеем Мы по-быстрому Поговорим еще Про статические методы И методы классов Которые реализуются С помощью декораторов Вот Домашнее задание Сегодня Видимо Будет только на наследование Судя по тому Что эксепшенов не было Вот И поскольку Наследование Это не слишком богатая тема Я еще придумаю Какое-нибудь Упражнение для мозга Очередное Алгоритмическое Чтобы можно было Просто чем-то порешать Такое вот Поупражняться в питоне Все Значит Если есть какие-то вопросы Задавайте За вопрос Относительно Вот этого самого РОЦ-3 Я пока ответить не готов Давайте до следующего раза Отложим Вот Если вопросов нет То всем спасибо Спасибо